Здравствуйте, с вами Аксана Пушкина. В эфире программа «Я подаю на развод». Сегодняшнюю историю мы назвали «Сердца четырёх». Александр и Александра знакомы с детства. Два года в официальном браке. Отношения зашли в тупик. Итак, Александра у нас в студии. Приветствуем её. Сашенька, здравствуйте. Здравствуйте. Всё внимание на экран. В 20 лет Александра Максимец попала в страшную аварию. Именно тогда, в больнице, будущий супруг сделал ей предложение. Ты выздоравливаешь, и мы с тобой идём в ЗАГС, подаём заявление. Однако семейное счастье длилось недолго. Оказалось, что Александр абсолютно не стремился к домашнему очагу. Такого никогда не было. Как-то было всегда в семье и уважение, и понимание, и доверие. Ну, это резко куда-то всё делось, пропало. Но Александра тоже не сидела на месте. Когда супруг уходил из дома, она сразу же шла к своему лучшему другу. И со временем между супругами абсолютно исчезло доверие. Саш, ну, всё-таки когда-то была любовь, да? Вот с какого момента начались проблемы у вас в семье? Как он потерял обручальное кольцо после свадьбы. Сразу же после свадьбы? А что это за история? Свадьба у нас была в июне месяце. Через полгода, в декабре, он теряет обручальное кольцо. И у нас происходит в отношениях разлад. То есть ты видишь в этом знак некий? Да. Он инициатор был свадьбы? Нет, я. Ты была. А как это было? То есть тебе надоело в девках гулять? Да, потому что мы уже до свадьбы жили 4,5 года. Ну, вот я устала, да. Я говорю, ну, надо как-то серьёзно уже узаконить отношения. Тоже откладывал, откладывал. Потом, потом. Ну, а потом произошла авария. Авария какая? Ты попала в аварию? Вместе с ним, со своей мамой, со своим отчимом. Попадаем в аварию. Вот, меня в больницу отвозят. В больницу он едет со мной. И в больнице, в приёмном отделении он мне говорит, что всё, ты вот как выздоровеешь? Мы сразу идём в ЗАГС. А серьёзная травма была? Да, перелом ключицы. И сколько ты там пролежала? В больнице я не лежала, от операции я отказалась. Мне одели корсеты, три месяца я просидела дома. А он ухаживал за тобой вот эти три месяца? Да, да. То есть был ласковым, нежным, заботливым. И в одну секунду вдруг он стал каким-то другим? Да, он резко поменялся. А повод помнишь? Вот вдруг почему ты не узнала своего заботливого, ласкового и нежного мужа в один из дней? Мне кажется, повод – это друзья. Это его друзья? Это его друзья, и он меня даже с ними не ознакомит. А откуда они появились? Ну, не знаю. Вот он устроился на новую работу. И оттуда вот пошли какие-то уже новые знакомства, новые общения. И я им предлагала, давай вместе вот сходим познакомь. Я же твоя жена. Будем ходить вместе? Он – нет, нет, нет. Давайте спросим у самого Александра, почему он так резко изменился по отношению к своей жене. Встречаем Александра. Здравствуйте. Для начала посмотрим на экран. Александр Максимец. 26 лет. Считает, что все проблемы в семье – из-за характера жены. Стоит просто вот даже пойти куда-то вместе прогуляться, и постоянно кажется, что я на кого-то смотрю. Ну, или еще что-то. Но однажды сама супруга уличила мужа в измене. Я просто залезла к ему в телефон мобильный, и увидела звонки, сообщения, вот, и списала ее номер с его телефона. Потом я просто не выдержала, я позвонила ей, и уже вот с ней начала разговаривать, и она мне рассказала, да, что они общаются, но он говорил, что он не женат. Но Александр утверждает, он изменяет из-за того, что жена ограничивает его свободу. Постоянный контроль, постоянное там просматривание моего телефона, соц. страниц. Когда она начинала что-то говорить, просто я понимал, что об этом мог знать только я. Саша, вот что это за новые друзья? Откуда они у тебя появились? Ну, как бы это не новые друзья, мы постоянно общались. И до свадьбы? И до свадьбы, да. Какой-то просто период времени, может быть, не было общения. А почему не было? Потому что, ну, Саша попросила с ними не общаться, то есть по ее же просьбе, какое-то время я с ними не общался. Саша, а почему тебе друзья мешали, что ли? Я не понимаю. Почему вдруг ты просила? Нет, тех друзей и тех людей, которых я знаю, у меня проблем с ними не было. У меня возникли проблемы с теми друзьями, вот которых я сейчас не знаю, вот конкретно, которых я даже никогда не видела. Я не знаю, что это за люди. Саша, а почему действительно вот не познакомиться как-то? Они не найдут общего языка. А почему ты так думаешь? Ну, она со многими моими друзьями даже в данный момент не может найти общего языка. Объясни, почему? Ну, не знаю. Она хочет, чтобы я был постоянно с ней. Ну, хорошо. Вот она поймала тебя на измене, да? С некой Викторией. Да. Вы выясняли вот этот, вот этот, так сказать, конфликт? Да, выясняли. Как бы, ну, я извинился. Она простила. Как бы, если она простила, я просто не понимаю, зачем дальше в чем-то подозревать, не доверять. Тебе в доме неуютно? Да, мне неуютно, потому что постоянно... Почему? Постоянно скандалы, проблемы. И от этих скандалов и проблем ты бежишь к той, с которой тебе уютно, которая тебя не пилит, которая не закатывает истерики, так? Ну, получается, что так, да. Саш, а как ты сам считаешь? Вот есть какой-то выход из положения? Ну, я думаю, что надо меняться просто обоим. И тогда выход, конечно, есть. А как ты хочешь, чтобы изменилась Саша? Ну, не знаю, не была... Была менее придирчива ко мне. Она действительно очень придирчива. Давайте пригласим в студию друзей этой пары Евгения и Анастасию. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. 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 Как давно вы, ребят, знаете? Ну, давно уже. Друг друга. Ну, как давно? Лет 10, наверное, 8. А правда ли, значит, Настя? Да, да. Ты встречалась с Александром, а ты, Женечка, встречался с Александром? Да, было это. Вот как раз лет 8 назад. Настя, ну скажи, он хороший парень? Да, почему нет-то? Тогда ты считаешь, Сашины как бы претензии к Александру напрасны? Муж и жена, на самом деле, одна состана. Они друг друга стоят. Как бы то, что они ругаются, просто они немножко неправильно делают. Я и ему, и ей говорила, то, что не надо выносить как бы это за излишки. Если хотите быть самостоятельными, живите, снимайте, работайте, заводите детей. Но они суть и никого. То есть и знакомых, и друзей. И как бы, да, не знаю, и насколько я поняла Сашу, то, что у него, знаете, такая позиция есть, как бы, я не знаю даже, как объяснить на самом деле, то, что не хочется, чтобы она прям на шее, наверное, села. Потому что Саша такой человек, то, что когда он ее ценил, боготворил, она слишком много свесила ножки. То есть она стала такой собственницей, да? То есть она его так вот... Зажму. Ну, не знаю. Прихватила и отпускать никуда не хочет. Ну, конечно, это же ее. Они оба друг друга стоят. Ну, а он ее тоже никуда не отпускает? А? Да я никуда. И с ними отдохнуть нельзя, как бы, на самом деле. Как нельзя? Ну, а как с ними можно отдохнуть? С ними на море ездили? Да. Что если он ее начинает ревновать? А, да ты тоже ее ревнуешь? Конечно, конечно. Вот семейка. Жень, на чьей-то стороне в данном случае? На самом деле? Если мы речь идем о том, чтобы сохранить эту семью. Как бы, он сейчас гуляет, да? И как бы ему... Ну, не хочет, может, там, семью сейчас, да? Еще как бы... То есть он и сейчас у нас гуляет? Да не гуляет. Ну, как гуляет. Просто хотя бы там проводит время больше не с ней, там, а с кем-то, с друзьями, да, например. Она как бы все терпит, ждет там, да, там, ночами, не ночами, да? Если она этого терпит, значит, это ей надо. Если она бы не хотела, как бы, да, этого терпеть. Ну, значит, с моего. Как бы, себя надо уважать тоже в чем-то, правильно? Как бы, если на тебя человек плывет, да, зачем это все терпеть? Надо как-то проучить. Проучить, да. Может быть, и правы, может быть, и надо. Я пошла на этот шаг, я ушла. Я в последнее время вот сейчас жила у себя дома. Насколько ты отлучалась? Полмесяца. Полмесяца. Вот. И буквально вот недавно он позвонил мне и попросил со мной встретиться, поговорить, но не сказал о чем. Я пришла на встречу к нему домой. И он мне сказал, что я хочу, чтобы ты вернулась обратно. Так. Саш, скажи мне, пожалуйста, а почему вдруг ты такое решение принял? Все-таки она тебе совсем не безразлична. Нет, во-первых, ситуация немножко по-другому развивалась. Все было не так. Сначала от нее смс-ки начали приходить. От меня? Первая смс-ка пустая пришла. Я написал, что это такое, ты, наверное, ошиблась? Она ответила. И вот после этого она как бы, грубо говоря, напомнила о себе. Один раз такое было, да. После чего, да, я позвонил. То есть ты бы и не позвонил, ты хочешь сказать? Нет, я позвонил, я не отрицаю это, я звонил ей. Оксана, до этого он мне тоже присылал смс-ки, что ему нужны его вещи, ему нужны ключи его от квартиры. Так он реально что-то хотел или он искал повод? Саш, я не знаю. Ты действительно хотел что-то или ты искал повод, чтобы с ней перетечься Действительно, я хотел забрать ключи и попасть домой. Саш, ну ты понимаешь, да, что он имеет в виду? Он не хотел тебя вернуть. Абсолютно. Ты веришь в эту историю, мы все очень хотим верить в какую-то свою сказку, но это сказка, ты ее сегодня вот нам рассказываешь. Он, похоже, тебя уже давно разлюбил. Сразу после свадьбы Александра стала замечать, что муж начал кардинально меняться. Стал агрессивным. По несколько ночей не ночует дома. Начал распускать руки. Залезла к ему в телефон мобильный и увидела звонки, сообщения. Ей постоянно кажется, что я на кого-то смотрю. После измены супруга Александра перестала доверять ему. В семье начались ежедневные скандалы. Она хочет подать на развод. Оксана, давайте все-таки ситуацию на равной плоскости выведем. Я не хочу, чтобы у кого-то создалось впечатление, что я поощряю адюльтеры, и тем более я противник каких-либо измен, что мужа, что жены. Но все-таки, наверное, давайте уточним, что вынос мозга, говоря по-русски, начался, видимо, задолго до супружеских, да, ваших жизней. То есть первое время вы, грубо говоря, это терпели, правильно? Потом вам деваться некуда, потому что вы уже женились, продолжали. А, видя это, как ребенок, что чем больше... То есть ребенок будет грузить своего родителя до тех пор, пока родитель не остановит. Правильно я говорю? То есть и тут он не остановил вовремя ее наступление в эмоциональном и психическом плане, и в итоге он теперь просто не может находиться дома. И врет он ей поэтому же. Потому что, скажи он ей правду, она все равно будет выносить ему мозг. Если он ей соврет, все равно. То есть у него замкнутый круг получается. Поэтому ему проще соврать и дальше спокойно гулять. А зачем тогда жить вместе и мучать друг друга? Я тоже так считаю. Неопытность. Согласен. Перед нами сидит девушка, сильная девушка, плачет. Она готова простить измену мужа, чтобы сохранить свою семью. Она любит ее. Саша, ну зачем вам все вот это нужно? Возьмите, придите к ней домой. Сегодня купите цветы. Сядьте, поговорите. Вы тоже любите ее, понимаете? Возьмите нас на вечеринку к друзьям. Ну пока я не очень понимаю, что он ей вижу, что ты любишь ее, Саша. Понимаете? Все у вас будет хорошо. Что вы творите? Рушится семья. Посмотрите на свою жену. Посмотрите. Почему вдруг ты плачешь? То, что я уже устала разбираться в этой ситуации, я устала слышать то, что он меня не любит, что я ему не нужна. И я задаюсь сама себе таким вопросом. Если я не нужна человеку, зачем он меня держит? Мысленно он меня держит. Ты ее держишь? Ну как бы в своей поведении у меня в данный момент нет. В данный момент нет. Кто кого держит? Мне кажется, специально он телефон на виду оставил с этими смс-ками, чтобы был повод поссориться. Нет. Потому что если бы он боялся ее потерять, он бы стер все, все спрятал. Это не специально, почему объясню. В телефоне стояли пароли. Туда невозможно было мне войти, если я не знаю пароль. Но один человек мне подсказал, как можно взломать любой пароль. Зачем ты это делала просто? Я хотела себе открыть глаза и убедиться в том, что я права. Типичное женское поведение, Юлиан. Неправильное женское поведение. Типичное неправильное женское поведение. Зачем, незачем. Все хотят убедиться. И с этим потом живут, болеют, переживают. Если ты его любишь, то переживи, все пройдет, и все проходит, и это пройдет. Самое простое объяснение. К сожалению, жизнь не так проста. Скажи дальше. Взломала пароль. Да. Дальше. Увидела. Да, увидела. Я тебе еще раз спрашиваю. Легче стало? Нет, конечно. Не стало. Стало еще хуже. Ты позвонила этой женщине, да? Не сразу. А когда? Я терпела 4 месяца. Через полгода ты ей позвонила? Я позвонила, спросила, ну... Вы кто? Алло? Или как? Ну, нет, не так. Я просто знала уже, как ее зовут. Вот. Я говорю, вы Вика? Она говорит, да. Я ей говорю, вот вы знаете, такого-то, такого-то. Ну, то есть, объясняю, что это, ну, вы поняли, что муж моего. Она говорит, да, знаю. Я говорю, а вы вообще имеете понятие, вот, с кем вы сейчас разговариваете, и вообще, что это человек женат? Я говорю, ну, я объясняю, что я его жена. Такое вот, ну, как бы молчание, пауза в телефоне, в трубке. И она мне говорит, нет, я об этом не знала. И потом, после этого, она начинает извиняться передо мной, извините, я не знала. Он мне об этом никогда не рассказывал, не говорил. И еще задала мне вопрос, почему он не носит обручальное кольцо? Я говорю, он его потерял. Ну, все, и она мне стала рассказывать, как, что у них за отношения, что у них за встречи, и... И вы подружились? Нет. Нет, эта история не закончилась, хэппи-эндом, но я, например, знаешь, Саш, что ты дарил своей любовнице и ноутбук, золотые украшения, своей жене, ты дарил такие подарки? Да, дарил. До того момента, пока... Саш, дарил? Ранее, да, когда только все начиналось. вот когда все начиналось. Вы работаете в салоне красоты, да оставьте его в покое на полгода, займитесь собой. Мои же слова. Будьте красивы, привлекательны, пусть за вами ухаживают другие мужчины, это один путь. А второй путь, семья, отношения, называйте, как хотите, это работа, работа, серьезная и сложная работа двух людей. А чем успешнее отношения, тем сложнее эта работа. У всех нормальных людей это выглядит так. Он едет на рыбалку, она идет с друзьями в клуб. Никто никому не выносит мозг. Если он ей сейчас в студии пообещает, что он больше никогда не снимет чужие трусы, то она каждое утро не должна его спрашивать, ты это делал вчера? Ты где был? Да я понюхаю твои уши. Я думаю, что даже если он пообещает сегодня и вот в данном случае сейчас, она не поверит, а и точно так же Но это ее собственные комплексы, это ее неуверенность. Хорошо, мы должны помочь, мы должны помочь, что она красивая, привлекательная женщина, одними разговорами мы ее не убедили. Только ему. Хорошо, Саш, скажи мне, пожалуйста, если бы вот Александра не попала в аварию, ты бы женился на ней? Ну, рано или поздно, соответственно, это произошло бы, конечно. Просто подвернулась удобная возможность, да, но ситуация вот сложилась так, что и мне как бы было проще, как, ну, толчок для меня был, чтобы сделать предложение. Ну, и чтобы ее как-то обрадовать. У меня вопрос к Александру. Скажите, Саш, если ваша жена вот просто совершенно перестанет вас пилить, спрашивать, где вы были, куда вы ушли, с кем, у вас изменится отношение к ситуации? Вам захочется продолжать с ней жить по-настоящему? Да, изменится. Захочется? Да, изменится полностью, но этого не будет. Если будет дома атмосфера непринужденная, если она не будет плакать, вызывать у вас постоянное чувство вины, говорить, что вы плохой, наверное, опять были с другой женщиной. Вам захочется каждый вечер стремиться домой? Ну, захочется, но, вы понимаете, это не произойдет. Не произойдет? То есть вы уже поняли, что это бесполезно, что это у нее такое устройство эмоциональное, что она будет подозревать... Ну, за 7 лет это просто не единичный случай был. Да, 7 лет мы вместе. И все 7 лет мы прожили... Кстати, 7 лет это критический срок. 7 лет в атмосфере недоверия. Каждые 7 лет все меняется, вам надо детей рожать, да. или детей рожать, или расходиться. Саш, у тебя нет впечатления, что Настю и Александра связывают Настю, подругу, связывают еще какие-то отношения, помимо дружеских? Ну, честно, да, были такие мысли. Мне вот муж ее рассказывал, что мой муж приехал к ней домой и поставил шланг в ванной. Наверное, сломали специально. Мужа. Без присутствия Настя и мужа. Было такое. Жень, и у тебя тоже, да, ты стал подозревать и Настю. Ну, как бы, я не знаю, я как бы с ним общался нормально, как бы доверял, не знаю, как бы мыслей таких не было. А сейчас? Ну, все равно, как бы, не знаю даже. Осадок остался? Ну, да, остался. Можно? Да. Сейчас происходит такая ситуация, то, что Саша общается с Женей хорошо. Я не знаю, чем не хотел там, ладно, Саша насолись. чтоб мы не перепутались. Саша, вот, девушка, я просто смотрю уже. Саша общается с Женей хорошо. Да, сейчас уже, да. И Саша, видимо, я не знаю, может быть, какое-то чувство неуверенности ко мне. Потому что Саша со мной сейчас начал общаться. Как бы я особо близко не отбежу. вы поменялись. Это какой-то толстый. Подождите, вот, вот я вам говорю. Нет, ну, надо поменяться и все. Зачем меняться? Зачем меняться? они бегут ко мне, у них какие-то проблемы, то и будет лучше. У вас хорошее сейчас название, 64. У вас энергетика приятная. Очень хорошо. Анастасия, Анастасия, дайте спросить. Вот можно спросить? Все-таки очень хочется спросить. Да, пожалуйста. Вот я все-таки спрошу Настю. Настенька, вот скажи, пожалуйста, вот ты знаешь этих людей, да, которые сидят. Вот мне интересно, как они жили до того, как вот сейчас вот соединили свои узы официально? Что изменилось? Вообще было ли что-то у них, где намечалось что-то, что мы называем с семьей и отношениями двух взрослых людей, которые готовы строить свою жизнь вместе? Любили, там вроде как любовь, симпатия, цветы, подарки. Он ее боготворил, на самом деле же. Но повела в ЗАГС, она его. Нет, у них какая авария произошла, как бы они поняли, что друг друга потеряли. У нас-то как происходит? То, что если мы человека теряем, на самом деле, мы только потом начинаем понимать. Потом начинаем понимать, да. Вот как бы потеряли друг друга, опять приобрели. Свадьба была красивая. Красивая свадьба, красивый жених и невеста. И они просто, ей немножко, мне кажется, ей немножко проще ко всему относиться. Не пилить, не звонить. Не терпеть измены, Настя? Почему измены? Почему он изменяет? Разве ты изменял? Ну изменял, Настя. Планшеты дарил. Почему он планшеты дарил? Потому что она больше, наверное, требовала планшета. А жили, ребята, вот до свадьбы? Или вот все-таки сошлись? Да, жили. Жили. Вот вы свадьба резко получилась. Я когда увидела. Что когда увидела? Свадьба резко получилась, на самом деле. Свадьба резко получилась. Почему? Потому что, наверное, боялись потерять, да, друг друга. Девочки, а почему вы рассорились? Вот вы были, не разлей вода. Она была свидетельницей на твоей свадьбе. Почему вдруг вы рассорились? Ну это произошло в тот момент, когда вот мы жили у них. И что произошло? Ну, видно, стали просто людей стеснять, теснить. Да нет. То есть вы их стали теснить. А что произошло? Ну, это мое мнение. Мое мнение. Настя сказала, да нет. Ну, не знаю, может, у нее свое мнение на это. А мне и то, что у меня заболела ребенка, на работе была. Я подошла к Александру, говорю, ребята, я говорю, ну, я все в ситуации, все понимаю. Я говорю, ну, можно то, что ребенок болеет, чтобы он хотя бы один с папой побыл? Потому что я не могу приехать. Мне некого было оставить на работе, там заменить, или чтобы кто-то за меня вышел. Я Саше сказала, раза три, наверное, за день позвонила. Я вызвала два врача, и смысл какой. Врач ни один как-то не достучался, мне до сих пор, вот у них троих интересно. Они сидели втроем в квартире, как можно было не слышать, либо домофон, либо дверь. Но это не суть сейчас, в общем-то, в этом. Они приехали на работу ко мне. Потому что из троих никто не услышал домофона. И вот как это можно, если ребенок болеет? Ребенок не слышал, как-то это странно. Я Александру просила, чтобы они... Я говорю, есть вам куда поехать? Да, есть. У них родители куча. Съездите, отдохните, пускай ребенок оттаспится. Ты запуталась окончательно вообще, что происходит? А конец истории заключается в том, что она мне вопрос задала, а в чем я виноват в твоих проблемах? То есть я человеку популярно весь день объяснял, на нервах и плюс на работе. Меня он не слышал. И спасибо мне за это не сказал. Сколько, в принципе, произошло, чтобы перетерпела. Вот и все. А зачем мне общаться с человеком, который мне не важно? Вы же не поругались после этого? Вы же не поругались? Поругались, а не поругались. Вы не поругались. Зачем мне общаться с человеком, который меня не ценит? Давайте пригласим в студию бабушку Александры, и она расскажет всю правду о своем зяте. Здравствуйте, Ирина. Вам нравится ваш зять? Раньше он мне нравился. В самом начале? Да, с самого начала. А как он был раньше? А я сейчас расскажу. Значит, они дружили до свадьбы. Было все хорошо, все было прекрасно. Поженились они два года назад. Потом год прожили очень хорошо. Я сейчас буду говорить всю правду. Александр, хоть кто-то. Останетесь вы вместе с Сашей, с моей внучкой. Не останетесь. Обидишься ты на меня или не обидишься. Но я буду говорить всю правду. Хорошо? Да. Значит, был хороший парень. Хороший, хороший парень. Дальше. Поженились. Поженились. Значит, год прожили, было все хорошо. Пока он не встретил другую девушку. Вот эту девушку, о которой мы говорили. Да, да, да. Встретил, значит, Викторию. Сашу он обманывал. Он говорит, что я на работу поехал. И все время любит работать по ночам. Почему-то, да, Александр? Саша, да? По ночам любишь работать, да? Конечно. Хорошо. Часа в два, в три приходит. А иногда и утром приходит. А кем работаешь с ней? Заня в замерщик по шкафам. Заня в замерщик по шкафам? По мебели. Заня в замерщик по шкафам. Хорошо. Ночная работа, да. Любит. Дальше. Любит по ночам. Любит, любит, да. Вот. А Саша его сидит, ждет. В подушку слезы льет. Плачет. А потом приходит, мне мозги выносит. Да. Что вот как мне поступить, как быть. Я Саше говорю, разбитую чашку не склеишь. А если склеишь, то ненадолго. Если он изменится, тогда все будет, наверное, хорошо. И у Саши тоже характер не сладкий. Не сладкий. Она тоже такая, это самое упрямая. Саша, прости. Да. А муж обеспечивает Сашу? Ты обеспечиваешь? В данный момент нет. Нет, он ее не обеспечивает. Он не работает. Он не работает. Вообще не работает. Но он же замерщик по шкафам. Я сейчас меняю работу. По куче? Ты сейчас просто временно не работаешь? Я, да, временно не работаю. Вот сейчас менял работу. А сколько ты не работаешь, Саш? Сколько ты не работаешь? Саш, ты сколько не работаешь? Год. Ну, может, месяц-два. Сколько? Месяц-два. А где же ты работал-то? Я сейчас отвечу обязательно. Только я немножко поправлю. Как бы просто... Вот Сашина бабушка начала рассказывать то, что как бы до свадьбы, там, ну, после свадьбы год мы прожили хорошо. На самом деле у нас с Сашиной бабушкой отношения не завалились очень давно. До свадьбы. И до свадьбы она была против наших отношений. Почему? Уже. А вот это почему, я не знаю, может быть, я плохой. Почему, Ирина, вы были против? Давай сейчас выясним. Подожди, ты задал вопрос? Ответь. Отвечу, отвечу. А потому что он обманывал все время Сашу и меня. А я взрослый человек, я его вижу насквозь, как рентгеновским лучом его просвещаю всего. Так, и как он обманывал? Пусть он ее обманывает, а меня он не обманет. Ирин, как он обманывал? Ну, он все время обманывал ее, говорит, что вот мне нужно родственников куда-то отвезти, подвезти нужно. До свадьбы? До свадьбы такого не происходило, я бы. Ну и как человеку жить, если его все время обвиняют в обмане? Ну как все время? То есть что, человек вот он проснулся и начинает врать с утра до вечера и ложится, соврал последний раз и лег спать, что ли? Вот как жить ему? Сразу после свадьбы Александра стала замечать, что муж начал кардинально меняться. Стал агрессивным. По несколько ночей не ночует дома. Начал распускать руки. Залезла к ему в телефон мобильный и увидела звонки, сообщения. Ей постоянно кажется, что я на кого-то смотрю. После измены супруга Александра перестала доверять ему. В семье начались ежедневные скандалы. Она хочет подать на развод. Понимаете, у нас какая ситуация была? Давайте, раз уж вот так вот началось, да, давайте тогда... Наконец-то ты разговариваешь. Давайте начнем с самого начала тогда. Давайте. Ну, мои родители очень хорошо относились к Саше. Они сейчас очень хорошо... Ну, сейчас, не знаю, хорошо, не очень хорошо там. Ну, как бы сейчас они ее принимают и нормально все. Как бы получилось, у нас наступил такой момент, что... Ну, родителям надоело, что вот так вот все происходит. Что она, ну, может не убрать за собой что-то еще. Ну, как бы, вы сами понимаете, живем у родителей, соответственно, должны жить по их порядкам, правильно? Нет, им больше всего надоело то, что мы им иногда мешаем ночью спать. Ну, да, ругаемся. Выясняем отношения, то есть громко разговариваем. Им это надоело. Вот, и как бы мама говорит, идите, поживите у бабушки. Пожили у меня? Хватит. Либо ищите, снимайте, либо поживите у Сашных родителей. Мы пошли в один дом, нас не пустили. Во второй нас тоже выгнали. И что же тогда было плохо до этого? До этого все было хорошо. А после нам пришлось ночевать по раздельности. Саша у своей бабушки, и я у себя дома. Ребята, они пожили вам вдвоем. В котором будет хорошо. Без мам, баб, бабушек и дедушек. Вот когда у вас все наладится. Правильно, правильно, правильно. А у них есть такая возможность финансовая? Нет. У нас сейчас нет такой возможности. Значит, нужно тогда упереться рогом ему и работать, зарабатывать деньги. А он рогом не хочет упираться. Почему не хочет? Он рогом не хочет. А я не знаю, а почему ты не хочешь? Что я не хочу? Упираться рогом. Это я не пойму, что суть этого выражения. Суть выражения упираться рогом объясняю. Чтобы взять одно место в горсть, как я говорю, и начать искать поиск работы. Я нашел работу. Я оформляюсь, да. Я оформился на работу, я выхожу на работу. То есть, а почему ты говоришь, что у тебя сейчас нет такой финансовой возможности? Ну, потому что я только оформился на новую работу. Ну, конечно, Саша на Афонса совсем не похож, кстати. Нет, нет, не похожа. Вы правильно говорите? Он абсолютно не похож. Молодец, Юлиан. Хороший парень, Саша. Молодец, Юлиан. Вы супра-девочка у нас похожа. Нет, а девочка у нас хорошая. Вы мне не даете договорить. Девочка очень хорошая. Подумай о себе, забудь про всех. Создай мир дома. Не переживай, не ревнуй. Я не знаю. Если ты хочешь сохранить семью, найди какие-нибудь увлечения себе и рассказывай про них Саше. Я скажу так. Саша завидует и стремится к твоим друзьям. Когда нам не давали возможности вместе жить, когда пошли разлады в семье с его родителями, с моими родителями, он мне так же самое говорил, что мы не сможем вместе жить ни там, ни там. Нам просто не дадут. И на что я ему сказала, а мне без разницы на мнение своих родителей, на мнение твоих родителей. Я тебя люблю, и я хочу с тобой остаться, и я хочу, чтобы у нас все получилось. Но это зависит только от нас самих. Только от наших сил совместных. Было, но делалось все совсем наоборот. Но делалось, да, все совсем наоборот получалось. Давайте пригласим в студию подругу Александры, Диану. Она утверждает, что Александр не любит свою жену, и им срочно нужно расходиться. Дианушка, здравствуй. Почему ты утверждаешь, что им нужно расходиться, и он не любит? Потому что на протяжении всего времени, что я общаюсь с Сашей, кроме слез, кроме обиды, больше ничего нет. Человек гуляет, человек отключает телефон, пропадает, уходит из дома. Саша нервничает, звонит, психует. А с другой стороны, как подруга? Может быть, надо было как-то с ней поговорить и сказать? Я с ней разговаривала, я ей сказала, что лучше разводиться, лучше начинать новую жизнь, гулять, знакомиться. Она меня не захотела послушать, потому что я понимаю, что она его любит. Вы знаете, разводиться – это самый простой совет, который можно дать. А вообще-то раньше было принято сломавшиеся вещи чинить, а не выбрасывать. Мы просто привыкли сейчас все выбрасывать, все в печку. Это проще всего. А любовь, между прочим, иногда приходит только один раз в жизни. Возможно, у Саши, у жены, именно такой случай. Потому что я не сомневаюсь в том, что она мужа любит. Она просто так боится его потерять, что она от этого страха его изводит, жизнь ему не дает. Он из-за этого убегает из дома – это замкнутый круг. Неспособность, абсолютная неспособность двух любящих друг друга людей жить комфортно и радовать друг друга. Саша, но ведь был какой-то период в своей жизни, он был достаточно драматичный, где она доказала тебе свою верность и преданность. Саша у нас был в местах не столь отдаленных. Сколько ты там просидел? Полтора года. Полтора года? За что? Хулиганство. Драка обычная была. Хулиганство, драка. Ты его ждала? Письма писала? В первое время, да. А дальше что было? Появился другой человек в моей жизни. То есть ты перестала его ждать? Должна была начаться. А как ты думал? Я же вам говорю сразу, не делайте выводы. Саша, ты вернулся и ты сразу ей позвонил? Да, прям в первый день. В первый день? Да. Она тебе сказала, что у нее был другой мужчина, ну другой человек. Ну не сразу, все постепенно рассказывалось. Ты был очень сильно обижен? Ну да. Был обижен? Интересно, да. Но обиды в данный момент никакой нет. Вот в данный момент никакой обиды нет. А сейчас ты что, какая у тебя обида, ты уже все наверстал. А сколько, Саша, было, когда вы вернулись из мест заключения? 16 лет. 16 лет. Ну это же детство, Господи. Вы обратили внимание, пришла подруга и сказала, насколько я наслышана. Наслышана. Я обратила, да. Он бьет, он бьет. Прекратите рассказывать все посторонним людям. Вот есть звезды. Одни звезды выносят все, и мы все знаем. Другие звезды молчат, и никто не знает, кто у них сват, кто у них брат, кто у них жена. Бабушки Саша все рассказывают. Эти с того дивана двое вообще непонятно, хотят поменяться с ними или нет. Этот ходит, подруги все рассказывают. Еще одна подруга пришла наслышанно. И сегодняшнее ток-шоу, это должна быть последняя точка, когда кто-то что-то о вас знал, ребята. Уходите отовсюду. Снимайте квартиру. Прекратите таскаться к этим двоим. И никогда больше никому ничего не рассказывайте. Сидите двое на кухне и обсуждайте свои проблемы, бюджет, еду, одежду и все остальное. Спасибо большое. Мне кажется, вам, Александр, нужно заходить к Насте еще раз поменять шланг. И пойти в храм и обвенчаться. То есть такое ощущение, да, Саша? Выход один. Обвенчаться, и все сохранится у вас семья. Понимаете? Ну так вот показалось. Можно долго и все обсуждать здесь. Есть такое... С кем? С Александром. От этого постмодернизма, я скажу, в самом его худшем восприятие, то, что здесь происходит, я по-другому это не могу назвать. У меня просто вот голова вот такая вот. То есть такой микс. То есть первое, нужно поменьше смотреть телевизор. Вот мне кажется, вы живете какой-то надуманной жизнью просто. Вот обвиняете друг друга. Здесь что-то... Ну нету никаких... Семьи здесь нет. Вы меня простите, конечно. Семьи я здесь не вижу. Семьи здесь нет абсолютно. То, что вы называете семей, пошли в ЗАГС, ну это не семья. И надо понимать это со всей ответственностью. Дело не в том, что он гуляет, или она плачет, она контролирует. Тут вы меня простите, я тебе говорю, я все сказала. Да. Все. Вы абсолютно правы. К сожалению, для меня не все здесь так романтично, как для уважаемых коллег справа. Я считаю, что сдохла лошадь, оставь ее, пусть. Не надо оживлять, двигать ее, таскать, пытаться как-то починить что-то. Ни в коем случае. Здесь присутствуют неоднократные предательства с обоих сторон. Здесь присутствует постоянное притеснение эмоциональное, психическое и физическое. Не буду говорить с чьей стороны, возможно и с той стороны, и с этой, не важно. Мне кажется, оба должны сейчас пощадить друг друга, развестись, попытаться начать новые отношения. Считаю развод. Во-первых, Саша, нужно обоим повзрослеть для семьи. Вы не повзрослели для того, чтобы иметь очаг. Вы, как женщина, должны быть настолько терпеливой и хорошей хозяйкой, чтобы вот этого Александра привезти в свой дом. Научиться уважать взрослых. Этого у вас нет. Я хочу, можно посмотрю руку ее? Если можно, я Александра посмотрю. Галина, пара психолог. Можно вашу руку? Во-первых, нервная система до нельзя. Совершенно ужасно. Сейчас нервная система у Саши ужасная. Если можно, как-то хотя бы нервопатолог и так далее, но заняться хотя бы плаванием. Почему? Потому что при восстановлении нервной системы вы уже будете смотреть иначе на все вещи. А вот с такой нервной системы начинать сейчас опять изначально делать шаг вперед к Саше, Александру, Александру, к ней это невозможно. К двум сердцам на дальнем диване надо прекратить вмешиваться. И даже если они будут просить общения, прекратить общаться. Наша доброта и погубила нас. Да, да, доброта и погубила. Молодому человеку, дружище, но все-таки надо начинать зарабатывать нормальные деньги. Нужно садиться за стол переговоров и обсуждать условия семейного сотрудничества. Это значит, нам нужно снять квартиру, столько-то заработать в месяц денег, купить машину, если ее нет, перестать истериковать. Хотите, соблюдайте, хотите, не соблюдайте, но это все равно условия сотрудничества. Я не говорю, что надо на холодильнике повесить список обязанностей, это смешно и глупо, да? Но люди должны понимать, что они друг на друга должны надеяться. Оставаться им вместе. И они могут надеяться, конечно, оставаться вместе, но надо начать зарабатывать деньги, и все будет хорошо. Катенька, не жить отдельно от родителей, не от бабушек. Хорошо. Сразу после свадьбы Александра стала замечать, что муж начал кардинально меняться. Стал агрессивным. По несколько ночей не ночует дома. Начал распускать руки. Залезла к ему в телефон мобильный и увидела звонки, сообщения. Ей постоянно кажется, что я на кого-то смотрю. После измены супруга Александра перестала доверять ему. В семье начались ежедневные скандалы. Она хочет подать на развод. Вы знаете, хоть и говорят, что мужчина глава семьи, но в семье очень многое зависит от женщины. И Саше, жене, надо в первую очередь научиться спокойствию и женской уверенности в себе, женской силе. Вот она красивая, она сильная, но она эту силу не туда направила. Она ее направила на скандалы и подозрения, на то, чтобы докопаться до правды. Больше любите себя. И в хорошем смысле слова. Не в том смысле, чтобы от всех что-то требовать. Мужчины нам ничего не должны. Они будут для нас жить, творить и совершать подвиги, только если мы будем теми самыми хранительницами очага и прекрасными дамами, ради которых это хочется делать. А ради женщины, которая говорит, ты мне должен, ты мне всю жизнь испортил, хочется только мужчине убежать из дома. Поэтому разведется она с этим мужем, найдет она другого. Проблема останется, пока она не расправит крылья и не научится вот этой легкости в отношениях. Ну тут уже все все сказали, я тут много тоже что кричал и говорил. Ребята, ну уже как-то попроще надо, наверное, вам побыть поодиночке. А вообще, конечно, слушая все это и вспоминая, например, того же Экзюпери, который говорил, что любить это не смотреть друг на друга, а смотреть в одном направлении. Вот сейчас время не любви все-таки, я понял. Сейчас время не любви, и все пытаются, говорят, мы любим друг друга, но это не та любовь, которая должна, мне кажется, быть. Мы живем в таком мире жестоком просто. Сейчас многие там кто-то за деньги, кто-то за шмотки, кто-то за... Вот ты должен... Ничего он не должен, он должен... Он и не Альфонс, он... Сколько может, столько он и зарабатывает. Там найдет завтра работу, будет все... Но он вообще не работает. Ну найдет он работу. Сейчас, знаете, сколько людей не работает у нас в стране? Ну на данный момент он не работает. До этого он работал... Слушай, но я тебя буду кормить на своей пенсии. Александр, неправда. Он раньше работал, я не работала, я сидела на его попечении. Меня также поддерживали его родители и кормили, и все. Он работал, он мне всю зарплату свою отдавал, то есть я распоряжалась деньгами, то есть что-то мы поездки были совместные куда-то. Он работал, он работал. Сейчас, да, сложилась другая ситуация. Вообще мы всегда должны помнить, для чего у нас существует... Существуем мы и существуют наши родители. Вот я вас не разделяю, ваше мнение, бабушка. Дело в том, что реальность такая жестокая, что люди не могут найти иногда работу. И ищут ее, извините меня, годами. Вы знаете историю человека. Ему действительно не очень легко найти работу. Зная его историю, работодатель может не дать работу. Ему приходится доказывать, что он имеет право на эту работу. Бабушка, ну помогите им, молодым. Вы нет. Вот все вокруг накручиваете, накручиваете. Мне хочется, в общем, эти две пары примирить. Чтобы все у вас было хорошо с сегодняшнего дня. Не хочется больше ни от кого слышать советы насчет денег и что он не работает. Хорошо, подойдите ко мне, пожалуйста, вы тоже. У вас сейчас есть ровно минута, чтобы высказать друг другу все претензии и, наконец, примириться и, в общем, закрыть эту тему. И дальше вы же все ребята из одного двора. Вам нет смысла просто, понимаете, дальше жить в конфликтах, в непонятках. Надо все начать с чистого листа. И ребята из нашего двора. Они для меня как были хорошие, они так и остаются. Так и есть. У тебя, Женечка, есть? У меня тоже нет. Все, поговорили. Ни обид, ни претензии. Я просто хочу как бы на время перестать общаться. Потому что и отдохнуть, и на самом деле может быть навсегда. Пускай они устраивают свою жизнь. То есть ты с Настей все-таки не хочешь общаться? Ну, я думаю, просто не стоит пускай они устраивают свою жизнь. А отпустить вот эту ситуацию? А я не держу ни зла. Просто хочу, чтобы они были счастливы, они достойны друг другу. Но я чувствую, что ты держишь зло. Я просто нет. Я стою, я как бы задергалась, даже встала. Но вы же когда-то дружили? Дружили, но... Тебе не хочется так прийти? Время покажет. Просто в данный момент хочу просто отдохнуть от их общения. Саша, а ты? Я зла ни на кого не держу. Не обижаюсь. Пусть сейчас остается так, как есть сейчас. То есть как друзья вы расходитесь сейчас на данном этапе? На данном этапе. Время покажет. Если будет притяжение взаимное, искреннее, то вы тогда будете общаться. Я считаю, так только. Нам не удалось примирить друзей. Ну, хорошо даже. Но я надеюсь, что нам удастся примирить сегодня эту пару. Вы присаживайтесь, ребята. А вы подойдите ко мне. Ну, а перед тем, как Александра примет финальное решение, разводиться или нет, давайте посмотрим, как начиналась эта красивая история. Молодые познакомились еще в детстве. Девушке было 13 лет, а Александру 16. Я шел с другом мимо, но увидел, сидит, решил подойти познакомиться. Молодой человек начал ухаживать, и пара начала встречаться. Ну, он стал ухаживать, там, домой провожать, в школу провожал. Со школы встретит. В 20 лет девушка попала в страшную аварию. И молодой человек сделал ей предложение в больнице. Ты выздоравливаешь, и мы с тобой идем в ЗАГС, подаем заявление. И вскоре молодые поженились. У тебя сейчас, Саш, есть минута ровная, чтобы сказать самые важные слова в этой жизни своей любимой Сашеньке. Постараться убедить ее сохранить семью. У меня как бы усморота, если честно, желание-то пропало. Пропало желание с ней оставаться. Да. А почему, Саш? Ну, потому что смысла никакого нет. Все будет так же. То есть ты все-таки из этой студии не хочешь уйти вдвоем в обнимку домой? Пока нет. Пока нет. А ты любишь Сашу? Да. И тем не менее хочешь развода? Ну, я не хочу развода. Я хочу как-то, да, правильно, паузу. Небольшую паузу. За паузой очень часто следует развод. Ну, значит, так должно быть. Саш, а ты подаешь на развод? Сложно сейчас ответить. Не ожидала такого исхода. Я тоже, честно говоря. Наверное, все. Спасибо всем. Саш. Наша сегодняшняя программа называлась «Сердца четырех». В итоге два сердца разбились, а быт можно, Саша. Все. И один у другой ушли из студии, и нам не удалось сохранить семью. С вами была Оксана Пушкина. Программа «Я подаю на развод». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...